здравствуйте раки это расклад на июнь месяц для вас уже осипла простите дно колоды и некоторые интересуются дном колоды это девятка пентаклей естественно карту материального успеха достижений своего рода довольство собой потому что этот успех он достигнут был не он не с свалился а вы для этого работали но в моем понимании девятка пентаклей немножко она одинока не всегда ей сюда принца представить бы не хватает вот то есть это больше как довольство материальным удовлетворение то я достигла или достиг того то я молодец но я бы еще туда тепла чуть добавила так не знаю видно но я буду подносить если что значит вы сами основная как ваше состояние четверка жезлов ну во первых это может быть подготовка к какому-то празднику это определенное празднование чего-то стабильность период восстановления если у вас был какой-то стресс до были какие-то трудности то это период восстанови восстановления и покоя своего рода то есть определенная равнина знаете вот у нас все равно всякие там горки пригорки косогоры в жизни вот это относительный покой я бы сказала деньги финансы туз мечей ну здесь может быть знаете как это же у нас доходы расходы может быть кто-то из вас будет так сказать что-то планировать то есть перед тем как что-то сделать сядет грамотно все продумает и придет к какому-то выводу возможно какие-то поставить точки над и для себя важными опять таки эти точки будут для вас важными потому что возможно что-то уже себя изжило и надо с этим расставаться я пожалуй да для большинства это так я не буду там всяких разных других вещей общение в том числе с братьями и сестрами соседями и короткие поездки но вообще карта поездок собственно это и есть мотовня для многих раков будут видимо поездки по во время в темное время суток вечерние ночные может быть если у вас был какой-то конфликт с там с соседями да с там с братьями и сестрами это как бы выход из этого конфликта ну выход может быть разный да и можно тихо спокойно выходить а можно просто взять и сказать я не буду с вами общаться ну то есть это и так и так может быть но все равно это уход из зоны травматичный в более спокойно празднование а у нас чё на июнь празднование может у некоторых просто дни рождения живу некоторых раков уже пойдут дом семья пятерка пентаклей ну конечно это могут быть например когда мы хотим чего-то очень такого красиво жить не запретишь не запретишь хочется сказать раки то есть может быть кто-то захочет какой что-нибудь дорогостоящее для дома семьи для дома дачи семьи не важно для то есть и ваши так сказать потребности ваши амбиции они так слегка завышены то и поэтому такое ощущение типа мне не хватает может быть я больше здесь это вижу так пожалуй как завышенные так ну такие чуть-чуть выше среднего амбиции скажем а может и сильно выше среднего но карта какой-то нехватки потому что пятерка пентаклей в любом случае карта бедности да но здесь она в этой колоде чуть другая здесь такое желание на по горцевать что ли то желание чего-то такого достичь и она может быть если это очень дорогостоящее понятно что мы чувствуем что не хватает понимаете ли флирт дети хобби и так далее но для хобби и вот для спортивных вот кто у кого спорт это хобби карта замечательная потому что император это он хороший стратег и тактик это если как какие-то вещи которые связаны с со стратегии с таким вот грамотным распланированием каких-то вещей потом император это все-таки на спорт тоже хорошая карта это всегда спортивный мужчина подготовленный для общения с детьми ну вы будете наверное очень где-то даже может быть авторитарный потому что император он знаете ему перечить никто не смеет конечно он действует из лучших побуждений безусловно он старается все структурировать все организовать для всех сделать чтобы это все было правильно и хорошо но он жесткий для флирта для женщин это может быть непосредственно мужчина например возлюбленный это может быть он просто военный полицейский и либо человек работающий в любого рода структуре где присутствует иерархия какая-то а для мужчин это вы и есть то есть вы хочу пошел флиртую не хочу не пошел то есть все решения как бы и для женщины кстати в даже в флирте может быть мужчина много и многое решает в этих отношениях ваших да то есть и и когда будет свидание когда не будет многое зависит от него повседневный труд дорогие раки конечно это очень много много взвалина на ваши плечи много очень дел порой это уже очень тяжело то есть на при на грани либо у кого-то кто-то много ходит и либо стоит на ногах потому что очень часто десятка жезлов показывает в том числе и проблемы со спиной так что берегите себя будьте внимательны отдыхайте и не делайте того что вашей спинке противопоказано много обязанностей разных понимаете и если вам есть на кого эти обязанности кому эти обязанности часть хотя бы делегировать сделайте это переложите на ваших близких людей если можете часть этих обязанностей потому что тяжеловатая карта такая да когда очень много приходится тащить и переть на себе ну и по здоровью говорю что вот может просто отразиться такая вот повышенная утомлять тяжело может быть понимаете может отразиться на здоровье семья брак долгосрочные отношения восьмерка кубков но восьмерка кубков это может быть для людей совершенно счастливых живущих браки и никуда не уходящих и так далее потому что безусловно эта карта может быть ухода в прямом смысле но я не думаю что все раки в этом месяце простите уйдут из семей или их партнеры уйдут нет конечно но это своего рода эмоциональная отстраненность по какой-то причине понимаете может быть вы очень заняты там я не знаю другими делами может быть там вы на что-то надеялись чисто эмоционально со своим партнером или партнершей и в этом месяце как-то у вас вот вы эти надежды ах махнули на них рукой то есть не воплощается в жизнь скажем так не получается что-то и вы эмоционально отстранились может быть и так ну конечно безусловно я не буду отрицать что для кого-то это может быть в буквальном смысле уход партнера или ваш уход вы решили уйти для людей кто хочет каких-то долгосрочных взаимоотношений ну в этом месяце не знаю что-то не очень может быть у вас происходит какая-то переоценка ценностей в частности и вы ну немножечко сомневаетесь сами даже что вы хотите конкретно ну например какой партнер вам нужен какими качествами он должен обладать что вы хотите в своем ну в своей любви да в долгосрочных отношениях с партнером а чего вы не хотите может быть вы просто разбираетесь сами с собой даже сами в себе дорогие раки любящий экстрим те кто любит экстрим будьте предельно внимательны рыцарь жезлов в доме который в том числе связан с опасностями он такой товарищ без башки он сначала делает потом думает поэтому кто занимается какими-то экстремальными видом видами спорта проверяйте перепроверяйте свои страховки под страховки все это обмундирование не знаю все ваши что у вас там есть всякие крепкие крепежи и прочее будьте очень внимательны предельно внимательны и вот это лихачество дурное уберите пожалуйста из ну то есть если вы чем-то занимаетесь то неважно там альпинизмом там господи подводным уберите любую любое дурачество потому что рыцарь жезлов имеет свойство не подумавши что-то делать будьте внимательны дальше для если вы хотите взять кредит взять в долг дать в долг тоже опять-таки рыцарь жезлов у него есть минус он сначала делает потом думает будьте внимательны подумайте еще раз пересмотрите взвести ну в общем как бы вас пытаюсь предупредить от каких-то опрометчивых поступков чтобы вы их не совершили и в то же самое покуда этот дом мистики магии будьте внимательны и потому что когда вы собираетесь что-то сделать надо сначала все хорошо продумать и на одном энтузиазме такие вещи делать нет смысла да то есть надо чтобы все было подготовлено правильно девятый дом система ценностей и убеждений но видимо понимаете как я вам скажу что вам захочется может быть поэтому вот такие вот карты какие-то печальненькие вам хочется вот такой гармонии настоящий полный чтобы узнать вот каждая чаша представляет там как какого-то рода эмоции положительные удовольствия а когда они вместе это такое вот счастье вот то самое счастье и может быть у вас будет вы будете настолько хотеть вот этого такой идеальной гармонии что вам то что у вас имеется вам покажется что типа фу это не то понимаете это не так гармонии это не сто процентов это всего лишь там 78 поэтому это не есть счастье то есть система ценностей где во первых семья становится важной да потому что мужчина женщина все хорошо одеты держится за ручки там ребеночек с черепашкой играет там у них дом сад все хорошо и здесь не обязательно что вы будете мечтать не все раки будут мечтать о семье непосредственно но это такая гармония когда есть то то и это и мы счастливы мы наполнены эмоционально далекие поездки особенно к воде будут успешными удачки удачными вы будете чувствовать себя отдохнувшими после этих поездок полными сил довольными и так далее работа карьера пас шезлов чё-то вы раки какие-то прям не знаю огненные в этом месяце значит пажа шезлов во первых это могут быть новые проекты это может быть новое место работы если вы на новом месте работы естественно мы у каждого монастыря свой устав и пока там все изучишь кто кому чего кому корреспонденцию а кому надо было позвонить то эта карта тяжести она понятна потому что вы пришли на новое место вот здесь и пока вы тут приноравливаетесь вам кажется это боже мой я вообще когда-нибудь это запомню кто чего куда то понятно вот эта карта новый проект если вы замутили что-то новое да любое новое детище моего лялька и мы нянька естественно опять-таки карта тябу очень много дел очень много всего надо контролировать делать новое там где-то что-то несовершенно мы все это пытаемся одно с другим свести тоже пас шезлов понятно понятен для тех кто ищет работу карта хороших новостей могут быть реально интересное предложение слушайте смотрите во все уши во все глазки дру дружба король пентаклей но король пентаклей во первых это как бы вам так сказать у друзей вы пользуетесь несмотря ни на что даже те друзья которые знают о каких-то ваших там глупостях там неважно что вы пользуетесь уважением у друзей вы тоже цените друзей и в этом месяце вот по королю пентаклей это может быть друг давнишний который может дать вам полезный совет не просто ля-ля с кем сели бутылку распили там да и не о чем балакали а вот именно такой дельный какой-то совет с помощью которого вы можете ну не знаю полезный для вас совет так что король пентаклей это в общем-то по существу мужик для женщин вы знаете это может быть друг мужчина дружеский совет от мужчины от толкового мужчины толковый совет мужчина может быть старше так что я еще просто думаю что у нас еще тут так двенадцатый дом думаю думаю сижу уже задумчивая а высшие силы хотят чтобы вы как-то разобрались в своих чувствах возможно у вас знаете как бы вас обревают какие-то противоречивые чувства или вы что-то там где-то хотите и не совсем вам нравится то что у вас есть то есть разберитесь в своих чувствах это вот добрый совет от высших сил потому что король кубков он хорошо понимает людей он хорошо понимает чем люди руководствуются какие эмоции они испытывают и видимо может быть вы в этом месяце будете каким-то вот таким рак не важно хоть какой-то хоть каким-то ну вот определенная такая порывистость она у вас будет присутствовать так что будьте внимательны не совершайте никаких перестраховывайтесь будьте аккуратны наслаждайтесь жизнью пусть у вас все будет хорошо я желаю вам раки удачного июня всего доброго июня вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok